всем доброго утра решил вам показать уголок своего домового вот он здесь я поставил молоко конфетки шоколадные вот в этой в этом сундучки там подарочки ему здесь чтобы ему было мягко маленький мех и ко мне чтобы играл домовой но более подробно я рассказывала свои лекции про домового и если вам интересно можете открыть посмотреть там все это описывается кто он откуда он как его забирать как чужого домового отдавать обратно потому что бывает что иногда покупают дома чужого домового не забрали хозяева и вот домовые начинают между собой драться и в жизни в доме наступает нехороший период мои домовые что в москве что здесь они меня защищают причем разные они я того домового сюда не привела потому что он более агрессивный и у меня есть просто опасение что они могут не поладить между собой тем более что этот домовой давно здесь он очень старый видно домовой хоть извиняюсь дом новый мы живем возле леса и здесь было старинное поселение это все построено на местах может быть старых домов когда-то поэтому здесь домовые наверняка есть естественно его нужно угощать ему нужно сказать свою просьбу причем высказать не ждать пока он сам догадается когда я выхожу я всегда прошу его оберегать дом и домашних животных которых я оставляю уезжая куда-либо тех кто живет в доме у кого есть домовой и чей домовой помогает ему в этом доме не будет никогда пожара не будет никогда грабежа или чего-то еще потому что домовой он все время зорко следит за домом и охраняет уголок домового можно значит на чердаке вот пристроить красном углу дома там красивым есть там где статуи там тоже можно если есть укромное место где можно за ширмой или за занавесками то есть на подоконнике но нельзя уголок домового оставить где ванная или баня там совершенно другие духи они следят за чистотой человек и поэтому в тех местах ему там нет места он там он туда не заходит то есть если вы с домовым подружитесь у вас будет в доме достаток и вы можете спокойно спать у вас никогда не будет взлома у вас никогда не будет уже говорила до каких-то там катаклизм и катастроф он будет вас охранять помогать предупреждать и еще раз вам напомню историю я уже рассказывал одного человека который из династии то есть они у них всегда был конезавод и они вращивали взращивали самых таких родовитых жеребцов и продавали очень дорого и были очень знаменитая семья и естественно жили очень богато и перед смертью отец приводит сына и говорит показывает уголок в конюшне кстати там тоже можно домовому пристроить место в селениях делали где коровник он везде может обитать можно в несколько домов сделать то есть домиков там место обитания лучше конечно плетенка вот такая можно к корзиночку можно такую что-нибудь такой старый знаете как бушла что-нибудь так сделать под видом гнездышка ну естественно лучше более и как бы красиво выглядит более так приятно смотреть когда вот такого такого типа там корзиночка сейчас не проблема найти и время от времени ему подарки приносить какие-нибудь бусы ни в коем случае карты не дарите домовому потому что есть даже такой идиотский ритуал следом за мной побежали создавать карты вот отдать домой сейчас эти слова не хочу повторять но я хочу сказать что карты отдавая домовому скором времени он проиграет ваше имущество поэтому с картами с азартными какими-то предметами совершенно нельзя иметь дело когда вы говорите о домовых вот карты запрещено дарить запрещено дарить какие-то предметы мертвого мира так вот этот старик подвел сына показал в конюшне место где была такая плетенка молоко стояло сладости ну вот так вот бусы какие-то камушки такое место красиво сделаны и сказал что это дух который оберегает и его их имущество я к тому чтобы там а вы мне относились легкомысленно что это но всего лишь какой-то маленький старичок или кузя но это кузя и старичок это он так появляется нам но на самом деле он могущественный дух и очень древний может у некоторых домовым может быть некоторым домовым извиняюсь может быть по несколько тысяч лет поэтому шутить с ними не стоит так вот показал и сказал что этот дух притягивает деньги в их семью оберегает ухаживает за конями и они вырастают такими здоровыми могучими и это все приносит прибыль естественно время от времени сказал он сыну принеси обязательно что-нибудь поставь благодаря этого этого духа извиняюсь не забывай о нем вот если он от нас отвернется мы все потеряем но он не стал обижаться отца тем более при смерти сказал что согласен все сделает и как только отец умер он пришел в конечный приказал убрать эту всю ерунду какие еще тут дома вы одним словом убрать это все фигню и исполнили убрали брали кстати если вы там захотите переместить куда-нибудь вы можете попросить и сделать это это не страшно но желательно особо не трогать то место которое домовой очень приголубил при приметил лучше это место как бы ему и оставить так вот он убрал и и началось и поехало жребцы начали болеть хилеть и клиенты которые просили хотели покупать они отзывали свои значит свои просьбы он разорился он разорился все продал практически осталась вот эта конюшня и дом когда уже понял что на грани он пришел заплакал попросил у этого духа прощения своими руками ему создал это гнездышко принес какие-то камушки молоко налил и стал просить о прощении от всего сердца что он понял осознал что он очень сильно его обидел и сказал ради моего отца прости мне все что я тебе сделал через некоторое время все начало восстанавливаться начали у него снова покупать коней кони опять вырастали замечательные для скачек для да просто для подарков друг другу знаменитые сильные мира сего они дарят породистых лошадей и он за короткое время за несколько лет собрал то имущество которое имело еще и сверху после этого он больше никогда не смел с пренебрежением или с каким-то юмором относиться к этой силе поэтому слова домовой домовенок мой хозяюшка и так далее может это ласково звучит и кому-то кажется это не совсем серьезное это такой дух он как бы как хочу так с ими буду общаться вы не правы это очень древняя сила и он охраняет дом дом где растут твои дети дом где ты живешь порой до конца своей жизни дом куда приходит твой достаток дом в котором хранятся предметы которые тебе дороги дом который должен тебя оберегать и охранять от внешнего мира поэтому относитесь к нему очень серьезно тот который оберегает твой дом он оберегает твою жизнь не только твою жизнь говорите с ним благодарите его если он злится и утром у вас волосы запутанные значит он что-то хочет вам сказать или у вас кто-то кто-то на вас что-то наводит если человек приходит к вам он вам неприятен и через некоторое время говорит что ему дискомфортно ему нужно уехать значит домовой его выгнал вообще любите своего домового и он не будет допускать нежелательных костей не будет допускать нехорошие происшествия вашей жизни бедность нищету кстати домовой гонит духов бедности из дома всегда гонит злых духов он же оберегает он смотрит за всем он за всем следит и естественно из это и ваше здоровье ваш сон ваш покой это и ваш достаток и это все оберегает один дух ему налить стакан молочка принеси булочку конфеты какие-то бусинки благодарить словами мне кажется это очень очень немного по сравнению с тем насколько он вам как как дух как охранник вашего дома полезен и напоследок скажу у кого дома есть домовой он активный он охраняет дом у тех людей очень редко вообще ломается бытовая техника редко бывают какие-то замыкания дома какие-то там с проводами имеет там связанные происшествия и прочее удачи вам вашему домовому вот мой домовой здесь обитает собственно говоря я его чувствую он иногда зовет по имени очень много раз предупреждает и через сон и наиву и голосами звуками шорохами я чувствую его здесь дома и один раз я вам показывал как он дверь открывал и закрывал не бойтесь его дружите с ним никогда там не чурайтесь никогда не там святой водой не крапите чтобы его выгнать это глупости все выгоняет духов которые были даны нам для защиты и помощи мы себя же обрекаем на нехорошую жизнь мягко говоря всем удачи всех благ